Рекорднейшая инфляция в США. 9,10%. Впервые с 1981 года у нас такой показатель. Люди в Китае по беспределу атакуют банковские здания, которые заблокировали им выводы. Государственные банки Китая заблокировали выводы. А на биткоине тем временем загорелся индикатор абсолютного дна. PI Cycle Bottom. О чем это нам говорит с вами, ребята? Все это и многое другое в сегодняшнем видео. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и мы начинаем. Погнали. PI Cycle Bottom. Тот самый PI Cycle Bottom, который мы так с вами долго ждали, загорелся на биткоине прямо сейчас. Он, конечно, еще немного появляется и исчезает на некоторых биржах, но в целом уже эти два мувинга официально пересеклись, как вы можете видеть. 471 и 150. Соответственно, это дно. Но, опять же, ребята, надо понимать, что этот индикатор написан по истории, по предыдущим донным значениям. Это не факт, что он сейчас точно отработает. Например, для сравнения, если вы взглянете его на эфире, он нифига не точно показывал дно цикла. Если вы взглянете его на лайткоины или на дэше, он там совсем не точно показывал дно цикла. Но хотя вот здесь, кстати, точно показал. Поэтому там даже на S&P, если вы его посмотрите, он тоже нифига не точно показывает. Так что не надо прямо сейчас слепо верить, бежать на всю котлету олынить только по этому индикатору. Но я вам все равно хочу напомнить, что в глобальной картине по биткоину у нас с вами много знаков того, что это дно сейчас сходится. Во-первых, это у нас зеленая точка на третьем горбе уже на сайфере, точно такая же, как была в конце предыдущего медвежьего рынка и поза предыдущего, как вы можете видеть из графика. Во-вторых, это кроме P-сайкла пересечения двух очень важных скользящих средних, это 20-е и 100-е на недельном таймфрейме. Это у нас называется Death Cross, крест смерти. И предыдущие разы, когда он у нас происходил, обратите внимание, это было тоже ровно на дне рынка. Поэтому сейчас у нас с вами несколько индикаторов сигнализируют за то, что это действительно дно. Это глобально. Теперь в мире происходит вон какой пипец. Инфляция в США выросла больше даже, чем самое экстремальное ожидание, на 9,1%. Но вы же понимаете, ребят, что это все уже заложено в цене. Я надеюсь, что вы понимаете, потому что это, во-первых, хорошо для биткоина, надо понимать, потому что биткоин, как и золото, это дефляционный актив. И если мы посмотрим с вами, как локально отыграла эта новость вчера, на рынке усилилась волатильность. Сначала случился дамп, открылась фонда дампом, но потом все это очень бодро откупили. Почему откупили? Да потому что, ребята, это все уже заложено в цене. Во-первых, инфляция для биткоина, как и для золота, и для акций, и для фондового рынка, это хорошо. Потому что инфляция, это означает рост цен на товары и услуги. Биткоин – это самый дефицитный товар у нас с вами. Во-вторых, то, что там все говорят, ну Федрезерв, они же будут бороться с инфляцией, они же будут сейчас повышать ставку на 1% и останавливать станок. Ребят, ну не стройте иллюзии. Это все равно, что верить в то, что у нас там, я не знаю, честные выборы или честная полиция. Ну, слушайте, тот, у кого есть доступ к печатному станку, он обречен. Это порочный круг, он будет печатать деньги. Ну вот подумайте сами, если бы у вас был доступ к печатному станку, вы бы разве не печатали? Поэтому все это сказки про то, что они там сдерживают, сейчас они чуть-чуть посдерживают, потом отпустят, новую пандемию придумают, и начнут печатать. И начнется такое, что у нас не учтено в цене даже то, что уже напечатано за последний год. Вот только с коронадампа, с марта 2020 года, вот с этой точки, грубо говоря, уже напечатали денег, ну очень много, я вам так скажу, очень-очень много. Скорее всего, несколько иксов, но нам об этом не говорят. И с тех пор биткоин вырос, конечно, но вырос-то всего, ну сами посмотрите, всего ничего до предыдущего своего all-time high. Сейчас вот на 350% мы стоим. То есть по отношению к money stock это вообще ни о чем. Если мы посмотрим график биткоина к печатному станку, то мы сейчас даже не на 20 тысячах, а на 14 тысячах долларов. То есть это только по официальным данным, соответственно, они вбросили денег, вот эту вот разницу. За этот промежуток времени на 44% увеличилась денежная масса. Это только по официальным данным из их графика. А на самом деле надо смотреть M1 SL, он более правильно отражает действительность. И если сейчас мы на 20 тысячах, а вот это было 20 тысяч, то на самом деле вот 84%. Я склонен больше доверять вот этой цифре, что денег уже напечатали еще 4 икса, понимаете? Вот что происходит-то в мире. В мире происходит полный пипец, но люди наивные думают, что это плохо для биткоина, что типа он высокорисковый актив, и все из него будут выходить. Даже есть умники, которые говорят, что из золота тоже золото будут дампить, все будут выходить. Ребят, ну хорош. Понятно, что в первую очередь это продукты питания, сырье, там необходимые вещи какие-то будут в цене. Но слушайте, биткоин самый дефицитный актив. Теперь посмотрите, что происходит в Китае. Люди взбесились, потому что их счета в банке просто заморозили и не дают им выводить средства. Вы понимаете, что биткоин – это ответ на эту проблему. Он был придуман как иголка, которая проткнет этот пузырь. Пузырь долга, пузырь коррупции, пузырь государственной власти, института президиума, полиции, все это говна. Биткоин – это ответ на это. Но только настоящий биткоин. Только если вы храните свои биткоины не на бирже, не у дяди Васи, не на Бинансе, а у себя на холодном кошельке, ребят, это очень важно понимать. Поэтому понятно, что вы там трейдеры все торгуете. Но вы торгуете на тот объем, который у вас отведен для трейдинга, а профит выводите весь на холодный кошелек. Только так. Иначе ваши средства могут также заблочить. Как было Celsius Network, собственно. Вон, кстати, Тон Вейс, наш дружище, выложил прекрасный кусочек дебатов, своих дебатов с Алекс Машинский, CEO Celsius Network. 2019 год еще, ребята, до коронадампа. Послушайте, что он говорит. Вот, Алекс говорит. Ну, для примера, Celsius Network платит интерес раз в неделю. Мы можем взять миллиард людей на нашу платформу и с помощью ERC20 токена выплачивать им проценты. Но зачем вы используете Ethereum? Мы используем Ethereum именно поэтому, потому что единственный способ сегодня на планете, чтобы каждый мог зарабатывать 7% на интерес в 7 раз больше, чем банк, это использовать блокчейн. Подожди, 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 чувак, ты осознаешь, что ты говоришь хуйню? Каждый на планете сможет зарабатывать 7%? Так просто? Ты понимаешь, что это невозможно? Это невозможно, деньги не растут на деревьях. Да, но банки зарабатывают 24% на ваших деньгах. В общем, фишка в чем? Бизнес-модель в том, что они берут твои деньги, дают их кому-то еще. Полное дерьмо, полное дерьмо. Короче, вы поняли, ребята, из этой коллаборации, шалтаут, привет, Тону Уэйсу, что это просто пирамида. Это невозможно. И Celsius, как и Binance, как и Bybit, даже наш любимый, все остальное, это централизованная биржа, централизованная... Это как банк, централизованный орган управления вашими биткоинами. Если вы им доверяете под всякий там стейкинг, под процент и так далее, окей, это ваш вопрос. Но фишка биткоина не в этом. Фишка биткоина в том, что вы сами управляете своими средствами. Вот и все, ребята. Об этом я вам хотел сегодня сказать. Я считаю, что это очень важный месседж. И все дебилы, кто сейчас продают и думают, что это плохо, кризис, все упадет. Слушайте, хедж-фонды шортящие. Вот этот вот пузырь долга, которого никогда еще такого не было. Никогда еще такого не было. И вот опять. С Пифагором мы делали коллабы. Я показывал, хедж-фонды сейчас максимальные шорты по управляющим активами и хедж-фондам. Ребята, ну эти тупые хомяки институционально. Они все время это делают на дне рынков, как вы можете видеть. Короче, экстремальный страх. Никто не верит в то, что будет to the moon. И посмотрите, какую красивую формацию отрисовывает биткоин на P-cycle ботами, друзья. Вот. Поэтому мой план остается моим планом. Я жду сильный отскок как минимум до 30 тысяч. А вообще глобально я жду супер-мега-булран с переписыванием all-time high. Понятно, что это не так быстро произойдет. Скорее всего, это будет тягомотно с вот такими флетами. Хотя, опять же, еще раз вам говорю, с учетом инфляции все может быть. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете. Торгуйте аккуратно. Не забывайте выводить на холодный кошелек. Если есть, конечно, что выводить. А если нету, то торгуйте аккуратно. Если вы не знаете, как торговать на бирже Bybit, посмотрите обязательно мой видеоурок. По этой бирже он сейчас появится у вас вот здесь. И всем профитролей. С вами был Гриннин, канал Crypto Commons. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok